Жители оценили то, что сделано для них. Этим летом в Щелкове проводятся большие работы по ремонту улицы тротуаров. Заметно преобразилась центральная часть улицы Советской. На участке от дома 5 по Пролетарскому проспекту до 1-го Советского переулка полностью заменили дорожное полотно и обустроили тротуар. Нанесли парковочную разметку, которой тут никогда не было. Отсюда и начал выездное совещание глава городского округа Андрей Булгаков. Встретился с сотрудниками местных торговых точек, которым есть что и с чем сравнивать. Очень довольна. Тут раньше было вот так, а сейчас довольна. Очень спасибо вам большое. Остался только один вопрос, с которым и обратились к голове. Заасфальтировать съезд во двор между магазинами. Он уже принят к исполнению. У нас эта дорога запланирована в рамках ямышства ремонта нового контракта, который мы сейчас разыгрываем. Когда? Да. Девятого часа окончания подачи заявок, то есть неделя, но до конца месяца мы это сделаем. Полностью отремонтирован и участок улицы Пустовской между Пролетарским проспектом и улицей Комарова. Он имеет особое значение. Здесь расположена детская поликлиника. Вообще мы очень благодарны. Это, да, большое спасибо. Это внешний вид, это наше лицо. Нам очень приятно. Спасибо вам. За такую заботу. Пожелания у медиков и у местных жителей в адрес властей все же нашлись. После дождей на проезжей части стала скапливаться вода. Поручено разобраться. Еще попросили убрать брошенный автомобиль, который не красит двор перед детским учреждением. Как и разрушенное во время недавнего ремонта поликлиники, да так и не восстановленное крыльцо второго подъезда. Андрей Булгаков также поручил проработать вопрос об устройство освещения с торца здания. Бетонная опора здесь установлена, но светильника на ней нет. Еще один объект, который преобразился этим летом – памятник космонавту Комарову на одноименной улице. Около него полностью заменили плитку, ограждение, неудачно смотревшиеся северные ползучие рябины заменили на аккуратные декоративные туи. Работы еще продолжаются. Финалом станет высадка голубых елей на прилегающей к памятнику территории. Ирина Микеда, Валерий Жиглея, Щелковское телевидение. Продолжение следует...